АЛЕНА КУКОЛЕВА Смотрите в этом выпуске. Суд в Рязани вынес приговор руководству местного ГИБДД. Полицейские обвиняются в совершении более трех десятков преступлений. Смешались с толпой первые успехи скрытого патрулирования в Рязани. И паркуйте свои автомобили, как полагается, или финансовых потерь не избежать. В городе продолжают работать эвакуаторы. Рязанская область идет второй по объемам грузоперевозок. День московской железной дороги отметили на неделе в Рязаболдуме. Автомобиль будущего рязанские инженеры разработали первое беспилотное транспортное средство. Суд в Рязани вынес приговор руководству местного ГИБДД. Полицейские обвиняются в совершении более трех десятков преступлений. На скамье подсудимых трое бывших правоохранителей. Это отстраненная от должности начальника управления ГИБДД Рязанской области Александр Алфосов, его бывший зам Валерий Вышинский и бывший замначальника регистрационно-экзаменационного отдела местного ГИБДД Игорь Тесленко. Оглашение приговора длилось неделю и завершилось в пятницу. Полицейские обвиняются в совершении 34 преступлений, среди которых продажа красивых номеров и водительских удостоверений, покупка диплома кандидата экономических наук, незаконная прослушка коллег. Помимо всего прочего, посудимые по версии следствия получали деньги как от своих подчиненных за попустительство в послужбе, так и от предпринимателей за общее покровительство. Уголовное дело было возбуждено в апреле 2012 года, когда сотрудники Главного управления собственной безопасности МВД России и регионального управления ФСБ России задержали Алфосова после получения им в служебном кабинете взятки в размере около 500 тысяч рублей через подчиненного сотрудника. Это стало отправной точкой для последующего выявления других многочисленных фактов систематического совершения Алфосовым и его ближайшим окружением из числа бывшего руководства регионального УГИБДД коррупционных преступлений. Следствием была установлена целая преступная схема, разработанная Алфосовым и его заместителем по их незаконному обогащению. Суд назначил Алфосову на основании части 3 статьи 69 Уголовного кодекса Российской Федерации путем частичного сложения назначенных наказаний, наказания в виде 5 лет, 3 месяцев, лишения свободы, восправительной колонии общего режима и штрафа в сумме 8 миллионов рублей. С лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных органах, органах местного самооправления, государственных и муниципальных учреждениях сроком на 3 года. Суд назначил Вышинскому на основании части 3 статьи 69 Уголовного кодекса Российской Федерации путем частичного сложения назначенных наказаний, наказания в виде 5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, со штрафом в сумме 4 миллиона 500 тысяч рублей, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителей власти, выполнением организационно-распорядительных административно-хозяйственных функций в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях сроком на 3 года. Суд назначил Тесленко на основании части 3 статьи 69 Уголовного кодекса Российской Федерации путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить Тесленко наказание в виде 4 лет 9 месяцев, лишения свободы в исправительной колонии общего режима, со штрафом в сумме 2 миллиона 750 тысяч рублей, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителей власти, выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях сроком на 3 года. Визит недели. В Рязанской областной думе 2 декабря прошел день Московской железной дороги. Выяснилось, что Рязанская область единственный регион в России имеет железную дорогу с левосторонним движением. Такой уникальный участок соединяет Рязань и Москву, чему регион обязан английским проектировщикам прошлых лет. Этот исторический факт депутатам областной думы раскрыл начальник Московской железной дороги Владимир Молдовер. В остальном разговор между народными избранниками Рязанской области и руководством РЖД выдался серьезным. Свой очередной визит в Рязань начальник Московской железной дороги Владимир Молдовер начал со встречи с депутатами регионального парламента. Рязанская область стала вторым регионом, где для обсуждения вопросов пассажирских и грузовых перевозок использовалась площадка законодательного собрания. Владимир Молдовер отметил, что сейчас рязанское направление на Московской железной дороге является одним из наиболее развитых в инфраструктурном отношении. И что интересно, отрезок железнодорожной магистрали от Москвы до Рязани единственный в стране с левосторонним движением. Таким феноменом рязанцы обязаны проектировщикам. Это были англичане и сделали все как у себя на родине. А познакомиться с сегодняшним днем Московской железной дороги депутатам помогала развернутая в стенах думы экспозиция. В динамике за последние пять лет, будем так говорить, отрезок такой, у нас постоянно конструктивно все меняется, все в лучшую пользу. Как было заявлено, наряду с решением производственных задач, железнодорожники особое внимание уделяют социальной сфере. Почти 30 миллионов рублей они направили на строительство так называемого технологического ведомственного жилья на станциях Рязанской области. Около 12 миллионов на реконструкцию ведомственной больницы в Рыбном, которая обслуживает по соглашению с региональным правительством не только работников отрасли, но и нежелезнодорожников. В течение встречи депутаты смогли задать ряд вопросов, в том числе по безопасности пешеходных переходов, реконструкции платформ. Прозвучал вопрос и по оплате автомобильной стоянки на привокзальной площади Рязань-1. В отведенные 15 минут бесплатного времени рязанцы не успевают встретить или проводить родственников, или купить билет. С точки зрения 15 минут, 20 минут, сегодня поговорим, я выражу ваше беспокойство и скажу, давайте посмотрим. С точки зрения стоимости часа, я здесь и правительство Рязанской области, и я никакой роли не играю. Конечно, инвестор вложил свои личные деньги туда, да, он сам обустраивал эту площадку, он, наверное, видит срок окупаемости. Кстати, тоже сегодня поговорим, скажу, что говорят, дорого. Кроме того, в этот день было подписано соглашение о социально-экономическом сотрудничестве между правительством Рязанской области и Акционерным обществом Российской железной дороги на 2016-2018 годы. Это действительно рабочий документ, по которому и мы, и Московская железная дорога проводят колоссальную работу, и проводим мы ее во взаимодействии и в согласии. Примеры такого взаимодействия есть, в их числе курсирование ускоренных комфортабельных поездов «Экспресс». Это сделано для повышения качества обслуживания жителей Рязанской области. Также введен в эксплуатацию новый вид подвижного состава – рельсовые автобусы, отвечающие современным требованиям безопасности и удобству пассажиров. В заключении встречи стороны выразили благодарность за понимание и поддержку и надеются, что подписанное соглашение послужит на благо региона. Есть преступление, будет и наказание. Некоторые любители агрессивного вождения и просто злостный правонарушитель до последнего были уверены в том, что их стиль езды останется незамеченным и уж тем более безнаказанным. Сотрудники автоинспекции начали вести скрытые патрули, направленные на выявление в городе таких лихачей. Олеся Харлина понаблюдала за работой автополицейских. Как выглядит чудо-автомобиль мы показывать не будем. Пусть его марка останется небольшой интригой. Внешних различий с любой другой припаркованной машиной вы точно не найдете. Разве что водитель в форме инспектора. Дело в том, что данное мероприятие проводится уже в служебное время, поэтому сотрудник находится в форме, но в гражданском автомобиле для того, чтобы не привлекать внимание личное к себе. И таким образом производится видеосъемка. Единственный помощник инспектора – небольшая видеокамера, которая внимательно фиксирует все, что происходит, например, на светофорах. Инспектор как бы постоянно следит за обстановкой на перекрестке. В случае, если требуется камеру переместить, то есть снимать не эту часть, а вот эту, то спокойно это все осуществляет. С помощью такого патрулирования у нас выявляются в основном три административных правонарушения. Это остановка перед стоп-линией, остановка на пешеходном переходе и проезд автомобиля на запрещающий сигнал светофора. Проект пробный и скрытый патруль в городе пока всего один, но буквально за час съемки удается выявить двух-трех нарушителей, а главное – привлечь их к ответственности. Работа чем-то похожа на операторскую. Готовую съемку копируют на компьютер, еще раз внимательно просматривают, выписывают тайм-коды и приглашают главного героя, то есть нарушителя. В принципе это нарушение, но хотя для маршрутных транспортных средств вроде как это не нарушение, не стоит полосы поворачивать, за это их не привлекает, но в принципе это неправильно. На самом деле практика это общемировая. Члены общественных советов, не раз поднимавшие вопрос о нарушителях на дороге, уверены бороться с теми, для кого водительская этика – пустое место, нужно всеми доступными способами. В нашем городе первыми пристального внимания удостоились водители маршрутных такси, их проще идентифицировать. В большом потоке пойди разберись, кто кому сегодня одолжил авто и проезжал ли вообще на данном перекрестке. А вот путевой лист значительно увеличивает шансы найти и наказать хулигана. Ну вот таким вот образом все происходит, вот то есть видно номер маршрута, марку, да, форт, ну в принципе номер можно разглядеть. 260, то ли ХРА, то ли АРА. В дальнейшем это все проверяется по базам данных. Даже если у нас есть хотя бы цифры номера, но есть маршрут, есть марка, мы потом его найдем все равно. Участники дорожного движения к новшеству привыкнуть еще не успели. Те, чьи именно уже попали в протокол, отреагировали с пониманием. Не оспаривает, все с улыбочкой соглашаются, деваться тут некуда уже. На каком перекрестке скрытый патруль припаркуется в очередной раз неизвестно, так что на всякий случай повторите правила дорожного движения. Особенно если отвечаете не только за свою жизнь, но и за жизнь пассажиров. Олеся Харлина, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Рязанские службы эвакуации предупреждают автовладельцев о соблюдении правил дорожного движения и правил парковок. Из-за снега припарковаться в городе становится зачастую сложнее, вместе с тем усложняются работы коммунальных служб. Бросил машину, побежал по делам, в спешке вышел, параллельно набирая какой-нибудь номер и обомлел. Машины-то нет. В голове кружат сырые мысли. Первое угнали. Но не стоит паниковать, что нужно сделать, позвонить в ГИБДД. Там успокаивают. Вашу машину эвакуировали. Пробки уже давно стали неразрешимой проблемой даже в Рязани. Казалось бы, совсем не мегаполисе. Очевидно, что город уже не в состоянии вместить всю обилие современного транспорта ни по габаритам, ни по количеству. На некоторых улицах паркуют автомобили в два ряда. Вот и придумали способ борьбы с нарушителями – эвакуация. Дороги в Рязани не очень широкие. Поэтому, ставя машину в неположенном месте, вы загораживаете минимум одну полость. Только за этот год эвакуировано более трех тысяч автомобилей. В день на спецстоянку увозят по 10 машин. Мера оказалась эффективной. В службе сообщают, что таким образом удалось освободить центральные улицы для проезда автомобилей. Это и неудивительно. В среднем за это удовольствие придется заплатить. Но проблема даже не в деньгах, а в том, чтобы забрать свой автомобиль со спецстоянки, придется изрядно помотаться по городу. Задержание транспортного средства, как правило, она составляет 3,5 тысячи рублей за хранение на специализированной стоянке и ее эвакуацию. И административный штраф за нарушение правил дорожного движения, он тоже колеблется в среднем от полутора тысяч рублей. То есть тем самым получается в районе 5 тысяч рублей. Понятно, что заторы из машин возникают возле офисов и торговых центров. Но когда из-за скопившихся на одном пятачке авто к остановке не может подъехать автобус, или снегоуборочная техника не может растичь дорогу, это уже создает реальные аварийные ситуации. Мешающие автомобили будут отвезены на спецстоянку. Стоит отметить, что пока задержание транспортного средства и его эвакуация остается самым действенным инструментом в руках ГИБДД для того, чтобы навести порядок на дороге. Иван Крестьяинов, Дмитрий Ефимов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». После атаки турецких ВВС на российский бомбардировщик Су-24 вблизи турецко-сирийской границы МИД Российской Федерации посоветовал россиянам не ездить в Турцию, а все крупнейшие туроператоры приостановили продажи путевок в эту страну. Оксана Тебенихина выясняла, как обстоят дела у рязанских турфирм. По мнению специалистов, отмена продаж путевок в Турцию может крайне болезненно сказаться на российском турбизнесе, так как именно Турция и Египет составляли 60% от всех продаваемых путешествий. Даже с учетом сокращения на 26% из-за кризиса туристов в Турции, этим летом там все равно отдохнуло около 3,5 миллионов россиян, плюс Египет 2,5 миллиона, то есть около 6 миллионов человек. И это более 60% всего выездного туристического рынка. Турция и Египет – два системообразующих направления по выездному туризму. Как отреагировали туристические фирмы на такие меры? Вот апрель он покажет. То есть, да, надо понимать, что раннего бронирования по Турции уже не будет, когда можно было сэкономить прилично на покупке заранее путевки. А вот начало апреля, если ситуация не стабилизируется и не пустят, опять не откроют чартерную программу по Турции, тогда уже да, тогда уже будет как бы вот вопрос. Тогда, ну, будем решать по ситуации, все в ручном режиме. Естественно, мы подготовимся к этому, проведем какую-то работу со своими постоянными клиентами. Ну, ничего такого страшного, как бы, опять-таки, я в этом не вижу. Туроператоры увеличат свою долю на российских курортах. Но полностью перевести всех на отечественный туризм вряд ли получится, в том числе и по экономическим причинам – по количеству и видам отелей, инфраструктуре. Поэтому туристические деятели надеются на то, что запрет будет носить лишь временный характер. В ближайшее время отрасль сможет перетерпеть его, так как ноябрь-декабрь для Турции не сезон. Однако, если конфликт усугубится и приостановка продаж продлится 2-3 месяца, то ущерб для туристического бизнеса на порядке превысит потери от запрета полетов в Египет, которые составили порядка 2 миллиардов рублей. Причем правительство отказалось компенсировать им эти деньги, заявив, что лучше потратить средства на инфраструктуру для внутреннего туризма. Как уточнили в Ассоциации туроператоров России, в данный момент в Турции находятся около 10 тысяч россиян. И на ближайшее время, в том числе и на новогодние праздники, продано 6 тысяч путевок. В четверг, в Международный день инвалидов, вместе с сотрудниками госавтоинспекции на улице Рязани вышли учащиеся школы-интернаты номер 26. Школьники, которые имеют серьезные проблемы со зрением, вручали обводителям листовки собственного сочинения с призывом быть внимательными к слабовидящим и слепым пешеходам. Особенно в тех местах, где есть знаки дополнительной информации. Всю прошлую неделю Катя вместе с одноклассниками из бисера делала этих маленьких человечков. Они по ее замыслу символизируют человека, который переходит дорогу с белой тростью. Я сделала человечка, который ходит из белой трости, потому что он плохо видит. Вместе с сотрудниками госавтоинспекции на улице Рязани для проведения акции вышли учащиеся Рязанской школы-интернаты номер 26. Школьники, у которых серьезные проблемы со зрением, вручали водителям собственноручно написанные листовки с призывом быть внимательными к слабовидящим и слепым людям. Особенно в тех местах, где есть знаки дополнительной информации. Мы просим, 26-я школа, я ученик 26-й школы, мы просим вас не превышать скорость перед дорожными пешеходами, не пропускать пешеходами. Хорошо, лучше, спасибо. Сегодня, в Международный день инвалида, мы совместно с учениками специализированной 26-й школы проводим рейдовые мероприятия, направленные на то, чтобы водители, приезжая мимо этого образовательного учреждения, всегда соблюдали требования правил дорожного движения, потому что рядом с этой школой не простой пешеходный переход, а с дополнительной табличкой, потому что в этой школе обучаются дети с недостатками зрения. Данная акция уже стала традиционной. Такую же сотрудники ГИБДД проводили и в прошлом году. Как отмечает руководство школы и интерната, водители редко нарушают на данном перекрестке правила дорожного движения. Хотелось бы отметить, что непосредственно водители маршрутного такси всегда пропускают и всегда останавливаются. В этот же день инспекторы ГИБДД провели с учащимися начальных классов беседу об использовании светоотражающих элементов и подарили школьникам свето-возвращающие браслеты, чтобы маленькие пешеходы были заметнее на дорогах. Иван Крестьянинов, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». К другим новостям. Водители согласились ездить на беспилотных автомобилях. Такие результаты показал опрос, проведенный Всемирным экономическим форумом. Ну а по прогнозам, первая беспилотная машина в России появится уже в 2017 году. Примечательно, что в разработке инновации участвуют рязанские инженеры. Проект «Аврора. Система автопилотирования» вошел в пятерку финалистов на федеральном конкурсе «Дженерейшн Стартап». Сейчас соревнования находятся на стадии голосования. Все желающие могут поддержать рязанских молодых ученых. Проект направлен на разработку программного обеспечения «Автопилот». Продукт смогут применять на разных транспортных платформах, как колесных, так и гусеничных. Он предназначен для работы в различных условиях. Наш «Автопилот» является универсальным программным и аппаратным продуктом, который может устанавливаться на различные транспортные средства. Мы разработали «Автопилот» для робота-автомобиля «Газель Бизнес», который сейчас находится за моей спиной. Также в число разработок конструкторского бюро «Аврора» входит и робототехнический комплекс «Марс А-800». Размером он меньше «Газели Бизнес» и ориентирован на внедорожные условия. Может выполнять широкий комплекс задач в автономном режиме. Данный комплекс также имеет некоторую ориентированность на разработки, связанные с военной тематикой и тематикой служб спасения. То есть подразумевает доставку личного состава людей или грузов до необходимого, до заданного места. «Газель Бизнес» и «Марс А-800» оснащены богатым и разнообразным набором датчиков, которые позволяют распознавать окружающие объекты и получать о них всю необходимую информацию. То есть автомобиль совершает маневры сам, без управления водителем. По сути дела проект направлен на управление, в том числе автомобилем, без водителя, чтобы в случае, если среда представляет опасность для человека, мы могли туда пустить автомобиль, доставить грузы, без риска для жизни человека. Сейчас этот проект представлен на конкурсе «Дженерейшн». Россия в нем участвует впервые. И это именно команда изобретателей из Рязани. Они претендуют на призовое место. В нем в этом году приняло порядка трех тысяч людей. В 2014 году это было две тысячи людей. До финала сейчас добралось 35 участников проектов, которые начинают развивать свои идеи. Этот конкурс направлен именно на развитие этих проектов, на привлечение инвестиций. Победителям этого конкурса выдадут грант для того, чтобы они смогли развивать свои идеи. Победа в конкурсе поможет нашей рязанской команде не только реализовать проект по развитию беспилотного транспорта в России, но и поднять статус нашего города в сфере технологий. Система помощи водителю поможет в экстренных ситуациях избежать аварий и заменить человека в трудных и опасных ситуациях, в горной отрасли, на заводах, на ликвидациях катастроф, а, соответственно, спасти кому-то жизнь. Отдать свой голос за нашу команду может каждый. Вот как это сделать. В поисковике вводим название конкурса «Generation». Открываем первую ссылку и нажимаем «Голосовать». Программа просит нас авторизоваться либо через Facebook, либо через ВКонтакт. Просит доступ ко всей вашей информации. Разрешаем. Теперь проходим по вкладке «Роботикс». Наш проект называется «Аврора. Система автопилотирования». Для голосования необходимо просмотреть данный ролик. После просмотра открывается, становится активной кнопка «Голосовать». Нажимаем «Голосовать». Проголосовать можно до 13 декабря. Сейчас Рязань уже на третьем месте. Давайте поддержим нашу команду и пожелаем им победы в конкурсе. Ольга Харламова, Дмитрий Ефимов. Телекомпания «Город». Телекомпания «Город» получила независимую журналистскую премию «Легкий стиль», учрежденную в память об известном рязанском журналисте Дмитрие Проскурине. В прошлом году премия вручалась только сотрудникам печатных изданий. В этом жюри решила наградить так называемым пером Проскурина коллег из интернет-изданий, радио и телевидения. Телекомпании «Город» вручили премию «Легкий стиль». Награда, учрежденная в память известного рязанского журналиста Дмитрия Проскурина, ушедшего из жизни в 2012 году, вручалась во второй раз. Церемонию приурочили ко дню рождения Дмитрия. Лучшие работы выбирались путем общественного голосования по итогам оценки журналистского сообщества. Прежде всего, актуальность вопросов. Прежде всего, умение изложить актуальность вопросов. И самое главное, чтобы читатель, телезритель, слушатель воспринял, воспринял, прошу прощения, эту ситуацию душой и сердцем, так, как это делал Дмитрий Проскурин. Изначально премию вручали сотрудникам печатных изданий. Однако в этом году формат конкурса был расширен. В нем приняли участие не только газеты, но еще интернет-порталы и телеканалы. По итогам оценки коллег, обладателями легкого стиля в этом году, были признаны газета «Панорама города», областное радио «Рязанский деловой портал», юрист информационного агентства «Малая Родина» Вячеслав Шашнов, фотограф Владимир Ковынов за серию снимков «Раковый корпус», журналист Виктор Петренко и телеканал «Город». Благодарю вас за высокий оценок нашего труда. И вот этим пером мы постараемся написать новые замечательные страницы на нашем творческом пути. Спасибо большое. Известный рязанский журналист Дмитрий Проскурин в разные годы сотрудничал с такими изданиями, как «Вечерняя Рязань», «Новая газета», «Мещерская сторона». По общему признанию коллег, он прекрасно владел словом и очень бережно к нему относился. 27 июня 2012 года Дмитрий скоропостижно скончался. Ему не было и 33-х. В 2014 году с инициативой провести конкурс для независимых журналистов в Рязани выступили друзья Дмитрия Проскурина, те, кто лично его хорошо знал и работал с ним в разных изданиях. Большую помощь и поддержку организации мероприятия оказала его мама Светлана Ивановна. Премия «Легкий стиль» ежегодно вручается в день рождения Дмитрия 1 декабря. Иван Крестьянинов, телекомпания «Город». Такой была эта неделя. Я напоминаю, что все новости вы можете увидеть на сайте город62.tv. Мы прощаемся с вами до понедельника. Хороших вам выходных. Редактор субтитров А.Семкин